Привет! Эа Трибуарн У Закутана вышел новый видосян, называется Как мы духов вызывали Давайте его посмотрим, надеюсь будет что-то интересненькое Поехали! Чпоньк Так, уже страшно Свет выключили, всё, значит будет страхово Ну-ка, ну-ка Чпоньк И третий Чпоньк Оп Не понял, что песня что-ли будет, или как, да? Или что, или нет? Что, прям так? Мы вызовем бабайку? Ты че, уже засол? Я не закрыл у дома стайку Беспайки на месте, разберемся, кто мужчина Надеюсь, дух не в курсе, что такое дедовщина Да не пугайся е- Эй, если мы здесь и будет супер Пожалуй, откажусь, уже заказываю Uber Я тысячу раз так делал, как видишь, всё живой А что тогда стоит угрюма за твоей спиной? Немного страшновато было Ну, типа, живой же до сих пор Мало того, что там, типа, без разницы, что там стоит Он же живой, поэтому всё нормально Оп-оп-оп-оп Учитывая, что в нашем детстве не было высокоскор... Зачутся странная какая-то фигня, блин Ну, как бы... Красного интернета, смартфонов и соцсетей Развлечения приходилось находить буквально из ничего Главным тамошником в то время... Ну, так оно и было на самом деле, да и мы постоянно на улице находились Эх, крутое было время Но сейчас гораздо больше возможностей всяких Потому что видосики, книжечки, все дела Мне на это нравится больше Но, правда, жиром заплываешь Было наше воображение Это было говно! Мина! Палка, это меч, рогатка, огнистрел, а крики Вначале, что кого-то из нас ранили и пора валить домой Ну, помимо от... А то тебя ещё тоже ранит кто-нибудь другой У обычных детских штучек были особые сорта развлечения После которых у нас с друзьями состоялись примерно такие диалоги Испугались? Обосрался! Обосрался! К ним можно отнести тусовки в различного рода заброшенных домах Я никогда такими не занимался, потому что я был ссыкуном Поэтому, когда кто-нибудь куда-то вот такие вот заброшки ходил, я такой Удачи домой! В заводах, прогулки через кладбище В тёмное время О! Это же отсылка на дух моей общаги, да? Ха-ха-ха-ха! Лайк! Или прыжки по гаражам, после которых нужно было убегать Дух моей, моей общаги От их владельцев А самое страшное, это забыть разморозить курицу Когда мама попросила, а ты вспомнил про это за 5 минут до её при... Ахаха, жиза! Прихода У меня внутри The inside Но, как можно ещё пощекотать свои нервишки, когда вы с друзьями собрались у одного из вас с ночёвкой? А-хаха, да кимакура Нет, то о чём вы могли подумать, тогда ещё не было в моде Ммм, да, наверное Всё проще А может быть у кого-нибудь было? Мы всего лишь навсего ПИВАС Вызывали слуг сатаны из глубин ада Подожди, это ты слуга со стороны, потому что ты вызываешь, типа, прис... А, ханя, нет, они тоже слуги со стороны, че-хе-хе-хе-хе, ладно, Димаш, там все запрехли. Думаю, современные дети тоже этим занимаются, правда, кого именно вызывают, я без понятия, жду ответ в комментариях. По-любому, у кого-то, типа, сиреноголового или хаги-ваги, хотя... Кстати, возможно, вполне. А че, их как-то можно... Зачем их вызывать? Купил игрушку и обделался. Да ладно, мне так страшно. Да, у современных детей странные развлечения. Да ладно тебя, ты как будто бы никогда не развлекаешься игрушкой, да? Мне вот всегда нравились роботы, а если это высокотехнологичные роботы или андроиды, то еще... О-о-о, блин, красиво. Интереснее. Поэтому я с увлечением посмотрел мини-сериал «Ева. Связь сквозь время». Это научно-фантастический сериал... Первый раз слышу про такое, ну окей. Девушки, я кунуть нервностью, б***я, и п***ом работали всего третьими айфом с окном. Оп. Но вернемся к нам. Ковву мы только не вызывали. И классическую пиковую даму... О-о-о, нет, не пиковая дама. Хе-хе-хе, это Димитреску. А раньше я еще не был. И гнома-матершинника. О, это, это... Черные руки, сладко... От не помню. Яшку, короче, было... Гнома-матершинника пиковую даму, помню. Было страшно, капец, в лагерях. А весело. Пока один из них не пришел. Каким образом? В ту ночь мы ночевали у моего двоюродного брата. На этот раз без друзей. Были я, мой брат и еще наша младшая сестра. Окей, второе, да? Нам было что-то около восьми десяти. Точно не помню. Восьми десяти? Но сам случай запомнил хорошо. Наступила ночь. Нам всем постелили в комнате брата и отправили спать. Быстро спать. А мы сейчас сюда просто так пришли? Мы как бы разыграли. Разумеется. Вместо этого мы болтали, рассказывали страшилки и просто занимались всякой фигней. Как вдруг от брата поступает предложение. А давайте вызовем духа. Слушайте, а давайте духов вызывать. Ну и вы нахрен, я спать пошел. Ты еще веришь в эту фигню? Они не придут, ведь их невозможно вызвать без жертвы. Так подожди, значит придут. А, без жертвы это, чтобы они пришли, нужно сделать жертву сначала. Может не надо? Я чуть спать уже хочу. Понимаю. Я тоже бежал. Да не дрейфь. Я пошутил, будет весело. Ну, хорошо. Я тебе не верю, ну да ладно. Выбор пал на сладкоежку. Как на самого безобидного в теории. Уже точно не помню. А может быть для него сладости это твое сердце. Я не помню всей процедуры вызова, но помню, что нужно натянуть где-то нитку, повесить на середину конфету или что-то сладкое и произнести какие-то слова. Ну, а интересы какие? Кто не знает, я чуть в комментах. Если нитка провиснет, значит он пришел. В общем, мы выполнили все условия, сказали нужные слова и спрятались под одеяло ждать. В глубине души осознаваясь, что все это просто приколы и ребячество, но старались подыгрывать. Это же страшно стало, как будто бы что-то это вот в этом наушнике заиграло. Друг другу, чтобы не портить жуткий вайб этого вечера. Где-то минут 10 мы сидели под одеялом, хихикали и периодически вылазили на разведку. А потом посмотрели, а там у нее тоже конфетки. Мама зашла. С фонариком. Нитка оказалась нетронутой. Да, она со временем все равно не натянется в любом случае. Может закончим? Мне что-то надоело уже. Я за... Пойдем спать. Ну вы и зануды. Ладно, в следующий раз попробуем пиковую даму вызвать. Так говорят нет... Че произошло, ну-ка? Куда вы смотрите? Провисла. Ну она, блин, со временем в любом случае должна провиснуть. Под весом-то конфетки. Все шутки в тот момент сразу в стих. Интересно, интересно. Мы замерли как вкопанные, не веря в то, что происходит. Так. А что делать дальше? Бежать. Откуда я знаю, что получилось? А он съесть ее должен или что? Такие раз, она разворачивается и естся прямо у них на глазах. Да не знаю я. Может, нас съест. Да, подобная авантюра сработала у нас впервые. И я не утверждаю, что это был дух. Да нет, конечно. Это физика была. Скорее всего, нитка просто растянулась. Да как бы да. Это просто физика. Но наше воображение было уже не просто. В детстве я тоже перезванул. Придя в себя, мы начали медленно двигаться в сторону двери. Это же все просто прикол, да? Верно. Да, конечно, не бойся. Сладкоежек не бывает. А почему-то... Как это не бывает? Я сладкоежка? Крадемся. Хоп, порвалось. Теперь будем екрасться, будем бежать. Да, в итоге мы все-таки разбудили родителей своими криками. К нам подбежали и стали расспрашивать, что случилось. Че, как-то там много людей пришло. Говорить мы не стали, мол, просто играли. Но, честно говоря... Играли и орали на всю комнату. Говоря, потом я об этом пожалел. Так как нас за непослушание расселили по разным комнатам. Ну, блин, обидно. И угадайте, какая досталась мне? А, капец, не повезло. Правильно. Та, где теперь тусуется сладкоежка. Я б туда не вернулся. Я еще минут 20 сидел на кровати и не отрываясь смотрел на конфету, боясь даже моргать. И вроде бы я пони... Я понимаю, я потому что перезрался. Я думал, что это все, ну, типа, просто легенды, страшилки, пугалки и так далее. Ты испугался, поэтому все норм, все сработало. На всякий случай, в ту ночь, свет в спальне, и я решил не выключать. Понимаю. Так. Ой, мурахи побежали. О, блин, страшная херня. Он сам выключил. Ты тут забыл. Блин, офигенный ролик получился. Огромное спасибо за кутану. Это было интересно и страшно. Мурахи у меня бежали, блин, на протяжении половины ролика. Было очень круто. Спасибо вам большое. Лайк я уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте нажимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.